Лекция моя называется «Математика в геофизике». Хотя на самом деле здесь вы увидите только один слайд с формулами, в которые вчитываться не надо будет. Лекцию я попытался сделать как можно более обзорную, более широкую, чтобы вы имели представление о том, что же такое геофизика, но, тем не менее, представили, какую роль в геофизике играет математика. Когда я поступал на факультет сюда, у меня мать бегала рядом, я приезжу, я не из Москвы, и пока я был в инвестиционной аудитории, она бегала по коридорам плохо и говорила, вот у меня сын будет с киркой бегать по разным тайгам. И очень переживала. И один из наших преподавателей, геофизик, ей сказал, пусть ваш сын идет на геофизику. Там одна математика, и все будет хорошо. Ну, я, наверное, не совсем поэтому оказался на геофизике. Тем не менее, в геофизике процветает сплошная математика. И в геофизике решается большое количество задач. Геофизика – это очень прикладная наука. И активно в геофизике принимается все то, что имеет некую фундаментальную природу, и выходит из ученых, из ученых математиков, теоретиков, или вот из таких факультетов, как механики математические. В геофизике наиболее широко используются два термика. Прямая и обратная задача. Ну, это с точки зрения математики. Для того, чтобы объяснить вам, чтобы вы понимали, что есть прямая, что обратная задача, представьте себе такую ситуацию. Как должно выглядеть магнитное поле от двух магнитов? Вот у вас имеются два магнита, они могут быть разных размеров, они могут иметь различные магнитные свойства, они могут по-разному находиться в пространстве. И представьте, какое же должно возникнуть в них магнитное поле. Ну, простенький пример. Здесь картинка. Два одинаковых магнита просто повернуты разными сторонами. И вы видите, что поле разное, в зависимости от того, как раздрогнуты эти магниты. Так вот, прямой задачей является определение свойств поля магнитного в зависимости от того, как эти магниты расположены. То есть, вы знаете все об этих своих магнитах, вы знаете, как они разборнуты, вы знаете на поле. Или вычислить магнитное поле в какой-то одной точке, конкретной. Захотели вы, ну, например, в ту внизу рассчитать это магнитное поле, и рассчитали. Вот это прямая задача. А геофизики, как правило, имеют своей целью обратную задачу. У вас есть магнитное поле от двух магнитов, но вы их не видите. Ну, скажем так, они скрыты от вас, как у них черной материи. Или столом. Если наше столом нужно магнитиком возить, сверху будет второй магнитик ротаться. И вот по этому магнитному полю определить конфигурацию магнитов, которые породили это самое магнитное поле. Ну, я привожу только, я привожу пример с магнитами, как, наверное, наиболее понятный вам. Потому что на самом деле речь идет о любых других полях. Это поле притяжения Земли нашей, это упругое поле, это тепловое поле, опять же, упругое поле, это поле звука, которое распространяется в Земле. И электромагнитическое поле, электромагнитное поле, все что угодно. Геофизика регистрирует результаты. И по этому результату надо определить, а что же породило этот результат. В чем суть? В точке зрения математики, ну, не классической математики, прямая задача, она корректно имеет единственное решение. Вы поставили магниты, по специальной теории, используя специальные формы, знания и так далее, вы однозначно определяете, какой же будет магнитный поле. Ну, это на самом деле даже следует из того, что вы можете сами взять два магнита, поставить их в какую-то определенную позицию, убрать, потом поставить опять же в эту позицию, у вас будет то же самое магнитное поле, без изменений. А математика отображает нашу реальность в виде цифр, соответственно, она все это и подтверждает. А вот обратная задача, она некорректна. Почему? Да потому что вы можете, например, взять два слабых магнита и поставить их очень близко, ну, например, к столу, да, снизу. Или можете взять один очень сильный магнит и поставить его пониже. Но магнитное поле наверху будет одинаково. И в том, и в другом случае. И получается, что с точки зрения классической математики задачу такую решить невозможно. Слишком много неизвестно для того, чтобы как-то ее локализовать. Но был разработан специальный математический аппарат. Такие задачи, ну, точнее, класс этих задач был выделен как задачи корректные по Тихонову. И основная идея заключается в том, что, ну, ведь эти магниты есть, ведь это магнитное поле, оно было вырождено какими-то реальными магнитами. Значит, у этой задачи есть решение. А если решение есть, то, значит, теоретически мы можем его найти. И, собственно, вот этот подход, он и главенствует в геофизике. Вся геофизика строится именно на этом подходе. На том, что если мы что-то зарегистрировали, значит, это что-то от чего-то. И, значит, оно существует. И, значит, мы можем попробовать узнать, что же это. Ну, собственно, как вы можете догадаться, если мы стоим на поверхности Земли, то и знаем о том, что там есть ядро или ядрышко, то, очевидно, мы решаем обратные задачи. Мы же изначально не знали о наличии этого самого ядра. А теперь знаем. Вот. Но не только одни обратные задачи решаются. Они очень сложные, и поэтому для их решения используется максимум известной информации, и в том числе используется решение прямых задач. Ну, например, вы померили какое-то магнитное поле, и думаете, какой же формы магнит мог это магнитное поле породить? Тогда вы говорите, ну, Земля у нас круглая. Логично предположить, что внутри все тоже имеет некую шаровую форму, шарообразную, сферическую. И тогда вы начинаете считать. А давайте посчитаем магнитное поле от какого-нибудь сферического магнита. Считаете, и у вас получается. Ну, похоже. Да, вот я намерил магнитное поле, оно у меня имеет такую-то форму, я вот посчитал от сферического, оно похоже. Ну, значит, да, скорее всего, там внутри действительно находится какой-то сферический объект. Ну, это очень так голословно. На словах рассказывается о том, как же применяются прямые задачи при решении обратной задачи. Ну, кроме того, существуют различные алгоритмы, когда последовательно решается прямая задача, обратная, прямая, обратная. И таким образом уточняется, каждый раз корректируется результат до той степени, пока не получится нужное решение. Сейчас немножечко еще текста, а потом по этой картинке играют более интересные. Ну, и чтобы вы имели представление, я решил пройтись по всем основным элементам геофизики, или по всем огромным разделам геофизики, которые применяются для изучения как строения, ну, строения нашей планеты, как планеты в целом, так и для изучения самых верхних, самых тоненьких и неглубоких слоев, элементов, ну, например, для строительных целей, для целей, для поиска, нефти и газа. Собственно, и первый раздел, один из, наверное, наиболее простых, это гравирозверт. Иногда говорят гравиментрия, собственно, это два параллельно живущих понятия, и с одинаковой степень используемые. Собственно, суть гравирозвертки заключается в том, что она базируется на измерении изменения поля силы тяжести Земли. В чем дело? Ну, вы знаете, что тела, имеющие массу, притягиваются друг к другу, так? И что тело с большей массой притягивает другое тело сильнее. Ну, это простейшее представление, представление, что тела маленькие, а теперь вы представьте, вы стоите на поверхности Земли, и, ну, например, справа от вас находится большой грузовик. Ведь грузовик, имея свою массу, этот грузовик притягивает вас, значит, поле силы тяжести тянет не только вас вниз к Земле, но еще и к грузовику. Конечно, конечно, масса Земли неимоверно больше, чем масса грузовика, и поэтому притяжение справа вы как практически не почувствуете, но оно есть. и, собственно, на этом принципе основано определение того, что находится под землей. Ведь если Земля наша состоит из разных дворных пород, это могут быть разные пласты, глины, пески, известняки, мраморы, граниты, все что угодно. Так это могут быть какие-то погребенные вулканы, это могут быть какие-то, мы говорим, интрузивы, тела, когда магма шла снизу с поверхности, но не с ним дошла, из мантии, но не дошла до поверхности, а застыла где-то внутри. То есть это может быть столб какой-то, это может быть какой-то сложной формы тела, наконец, это могут быть рудные тела, которые в ровной земле, в однородной, находятся некие объекты, железные, да, которые создает очень большое, очень сильное поле синитяжести, и оно накладывается на земное поле. И вы можете, соответственно, с этим объектом, измеряя это поле, вы можете оценить вклад этого самого объекта. Собственно, решение любой задачи, оно начинается с понимания вообще, как работает этот метод. И для того, чтобы понять, как же можно использовать граверазведку для определения каких-то внутренних структур, нужно решить эту самую прямую задачу. Пример решения прямой задачи здесь, на экране. Внизу нарисован кубик, ну, точнее, множество кубиков, да, на самом деле это называется модель, это называется численный эксперимент, или численная модель, и это просто кубик заданных размеров с заданной массой, ну, или плотностью, что-то равнозначно. И этот кубик находится на разной глубине, а сверху вот эта разноцветная линия, это то поле силы тяжести, которое должно, может быть, должно быть измерено, или получается, при положении кубика на разной глубине. Ну, например, вот эта самая верхняя линия, она возникнет, если кубик расположен практически у поверхности земли, и вы со специальным прибором идете вот так вот, ровно, поверх по этой самой поверхности, и определяете в каждой точке поверхности это самое значение силы тяжести. Вот. Получится вот такой вот график. Если вдруг окажется, что кубик глубже, то также, пройдя по прямой линии над этим кубиком, вы получите следующий график. Он, амплитуда, будет пониже, потому что кубик дальше от вас. Сила тяжести, поле силы тяжести от него слабее. И так далее. Таким образом, здесь показан пример решения прямой задачи для разных входных данных. А получается, что пройдя поверхности земли и получив некую кривую, вы можете потом сказать, ага, у меня месторождение каких-то железных руд. Но вы изначально уже знаете, есть некоторая априорная, предварительная информация. Вы приглашаете к себе геолога, он говорит, ну, железные руды могут иметь, точнее, месторождение, могут иметь такую форму, такую, или вот такую. Вы говорите, а как вы думаете, вот здесь вот, можно ли месторождение руды описать как некий куб, упростить ее до куба? Вам геолог скажет, нет, нельзя, тогда вам придется искать другой способ. Можно сказать, нет, можно, тогда вы говорите, отлично, я зарегистрировал вот эту вот кривую, и тогда такая кривая соответствует кубу с такими-то параметрами, находящимися на такой-то глубине. Простейший пример того, как вы можете определить, что же находится там внизу, на какой глубине, какой форме. На самом деле, в гравир-разведке есть одна очень большая проблема. Проблема эта заключается в том, что тела разных форм находящиеся на разной глубине могут создавать одно и то же гравитационное поле. Вот тут пример трех тел разных форм, находящихся на разных глубинах, но порождающих абсолютно одинаковое гравитационное поле на поверхности. Поэтому гравир-разведка как самостоятельный метод очень редко используется. Только тогда, когда никакие другие методы невозможны. А как правило, гравир-разведка используется в комплексе с другими методами. То есть, когда вы что-то получили, например, по какому-то методу вы получили форму этого объекта, а вам нужно знать плотность этого объекта. Тогда вы можете использовать гравир-разведку. Вы в начале модели гравир-разведки скажете, что, например, это фигура номер два. И тогда, чтобы получить такую-то кривую, вы меняете плотность по этой самой фигуре номер два и добиваетесь совпадения кривых, измеренных и теоретически рассчитанных по прямой задаче. И таким образом вы получаете ответ плотности этого тела номер два, то есть решение второй задачи. Вообще, решение задачи в случае биофизики, да и многих других наук, оно немножечко отличается от привычного вам решение, когда вы решаете обычную задачу по геометрии или по математике по алгебрам, получаете точный численный ответ с точными параметрами и так далее. Все это очень приближенно, решение ищется как угодно, оно не обязательно формализовано как-то там, не обязательно определенным теоремам должно соответствовать, вы можете привлекать какие угодно данные, как угодно решать, ну вот, например, методом подбора вы получаете точку, готовый ответ. В грави-разведке можно много использовать, есть, например, метод комбинирования прямой и обратной задачей будет, собственно, кривая номер один это то, что было реально зарегистрировано, кривая номер два это, как говорится, аномалия слова, но означает отклонение от нормы. Такая бы вот кривая была бы, если бы не было рудного тела, в середине такого серого цвета это рудное тело, а вокруг этого рудного тела называется рыхлые отложения, это всякие пески и глины. Очень часто такая ситуация бывает, когда рудные тела вот так вот залегают. Вот, мы говорим, залегают, проще вам, наверное, находятся. И, собственно, можно комбинировать, вы берете из данных слева и справа сведения и получаете, какое же там гравитационное поле, говорите, а давайте мы представим, что рудного тела нет. Тогда гравитационное поле должно быть такое, как показано, на графике 2, и если это так, вы тогда его вычитаете из предыдущей аномалии, получаете график номер 3. Это непосредственно гравитационное поле от того объекта, который там находится. Ну, это обработка данных. Дело в том, что в геофизике огромное, огромное количество внимания, времени уделяется обработке данных для получения наиболее презентабельных каких-то результатов для получения более надежных сведений. Ну, здесь пример фотографии реальных гравиметров, которые используются для измерения поля силы тяжести. Могу сказать, что эти гравиметры настолько чувствительны, что замечают изменение поля тяжести Земли, силы тяжести Земли, при поднимании этого прибора всего лишь на несколько сантиметров. То есть вы вот от поверхности Земли подняли прибор на пару сантиметров, и этот прибор уже почувствует, что силы тяжести уменьшилась. Ну, они очень точны. Это просто гений человеческой мысли могут создать эту точную прибору. Ну, здесь вот приводится пример того, как распределяется, как меняется аномальность поля силы тяжести Земли в пределах Подмосковья. В середине серого цвета показывается Москва, еще старое такое соединение и новых территорий. Вот. И видно, что на севере такие темные аномалии, а на юге тоже потемнете. в середине с запада на восток сечет какая-то светлая полоса. Ну, это светлая полоса с геологическим термином называется московский грабин. Грабин это какая-то структура земная. Совершенно верно, да, а только эта структура находится глубоко под землей. А, может быть, вы знаете, что у нас есть кристаллический фундамент под рыхлыми осадочными отложениями сверху песочками всякими глинами. Там глубоко под землей находится кристаллический фундамент. Это всякие граниты базальтовых породок. Вот этот грабин это просто кусок фундамента, который просел вниз. Он был ровный и в какой-то момент времени произошли там внутренние. Это было очень давно. Это не сейчас, это в очень давную пору. он просто опустился вниз. И это хорошо видно на этих данных, потому что видна такая светлая полоса, потому что этот тяжелый плотный фундамент ушел глубже от нас, от поверхности земли, и соответственно от него эффект стал слабее. Ну и еще один примерчик такой. Вот. Это земля, и это поле силы тяжести земли, в разных точках. Я могу сказать, что оно очень сильно растянуто вертикально. На самом деле это клонение гораздо слабее, но вы бы тогда не увидели. Тем не менее, видно, что в некоторых местах силы тяжести гораздо больше, в некоторых местах гораздо меньше. Если бы вдруг наша планета при той же массе, имея ту же массу, все те же самые особенности стало покрыто водой, поверхность океана была бы вот такой не ровненько, не гладенько, а именно такой. Там, где больше масса, там бы океан бы утонул вниз. Там, где меньше масса, там бы океан бы поднялся гораздо выше. Это связано с различным подземным строением. Там, где горы, плотность коры меньше, там, где нет гор, плотность коры больше. горы легкие сами по себе по сравнению с тем, что под горами они всплывают над этим самым в этом месте нормальной, точнее нормальной в океанах кора плотнее, они наоборот по глубже вниз. Вот. И это очень долго объяснять эту картинку не нужно, но и представляет просто, чтобы мы представление, что земля наша имеет сложную форму, эта форма называется геоид, и, собственно, вот она связана именно с полем силы тяжести нашей планеты. Следующий метод, который чуть-чуть сложнее, чем гравьеразведка, это магниторазведка. Почему он чуть-чуть сложнее? Дело в том, что гравитационные поля и магнитные поля с точки зрения математики очень похожи. Оба этих поля потенциальны. И формулы, которые не описываются, равнения, которые не описываются, очень похожи на друга. Но если большое магнитное поле Земли не имеет знака, оно у нас всегда к себе все притягивает, а магнитное поле имеет знак, оно положительное, может быть отрицательное. Собственно, различные магнитные свойства обладают различные магнитные породы. Не только железо-магнитное, например, всякие породы типа гранитов и вообще тех, которые извергаются, не изливаются в магнитных органических извержений, они обладают повышенными магнитными характеристиками, и естественные магнитные разведки они проявляются. Песочки разные, глинки, они, как правило, не магнитны. И на знании вот этих свойств можно также либо находить какие-то подземные объекты, либо электрического ядра внутри Земли, в котором текут электрические тоги, который работает как электрический генератор типа тех, которые стоят в магнитных и создает магнитное поле. Ну и, конечно, на этом магнитное поле разы влияние наше Солнце его средствами. Ну, это вот мощное. А есть еще и какие-то изменения, связанные уже непосредственно со строением планеты нашей с поверхностным строением. Ну, это вот карта изолюнии магнитного поля на нашей поверхности. Она не совсем ровная, да, и это не поле от обычного магнита с двумя полюсами. Она гораздо сложнее. Ну, есть, собственно, тоже приборы, которые определяют магнитные характеристики бороться. Они и в скважинах работают, и на земле, и в самолетах, и на спутнике установленной, и под водой тоже, и даже на луне. Вот. А, собственно, что касается математики, то там те же самые задачи, это решение прямой задачи и обратной задачи. Ну, собственно, здесь показано, что прямая задача уже сложнее. Магнитное поле имеет свое направление, развивается на 2 компоненты, вектор, поэтому у него может быть 2-3 координаты, и более того, оно зависит от места, где производится съемка, потому что на северном полюсе это один результат, на экваторе другой, на южном полюсе третий. картинки А и В это одно и то же тело, но находящееся в различных широтах, в Москве, в Батуми и в куториальных широтах. Вы видите, что графики немножко отличаются, если Москва с Батумием А и В отличаются мало, то уже В и В отличаются кардинально, потому что действует внешнее поле земли. Ну, и, собственно, все это необходимо учитывать для определения параметров тела, которые находятся внутри. Очень интересное специфическое проявление магниторазведки связано с одной важной реконструкцией Земли. Все знают, что у Земли есть два полюса, северный и луна. А известно ли вам, что эти полюса непрятственно менялись местами? это очень здорово. Лично я, когда поступил, впервые узнал, как это выжено в путь, а в этом уже не в пути. Собственно, как это определили? Дело в том, что земная кора на нашей планете, она постоянно меняется и движется. Континенты двигаются, все это обновляется. Собственно, где-то земная кора рождается, где-то земная кора уходит вглубь мантии. Рождается земная кора в середине океанических хребтах. Практически в каждом океане есть такие хребты, они, например, самый яркий пример, это Атлантика, это длинный такой океан, если помните, изогнутый, и ровно посередине этого океана тянется вот этот самый хребет. В этом месте магматические потоки выходит на поверхность и расталкивает океан в разные стороны. Сначала, конечно, об этом не знали. Сначала что сделали? Сначала стали изучать магнитное поле Земли, когда появилась магнитная разведка, опустились поближе к океану, стали пересекать Атлантику, что увидели? Вот смотрите, на правую картинку посмотрите, в длинный хребе, его много раз пересекали и неизменно получали одну и ту же картинку. Горные породы имеют то одну полярность не магничит меня, то другую, то опять первую, то вторую, прямую обратно, прямую обратно, прямую обратно. Все долгое время не могли понять, почему это происходит, почему то прямая, то обратная полярность. А потом вдруг выяснилось, что вот эта картинка, она симметрична. Смотрите на левую. Выяснилось, что вот красное, белое, желтое, красное, желтое, это разная полярность. И они симметрично идут. Если, допустим, ширина слева там 100 км на такой полярности, то и справа на таком же удалении от хребта будет 100 км именно этой же полярности. Если дальше идет 300 км обратной полярности, то и с другой стороны зеркально от этого хребта будет идти 300 км обратной полярности. И тогда ученые выдвинули такую теорию. Она сразу два результата давала. Первый результат, что земная кора рождается в этих хребтах. А, и, кстати, возраст возраст горных пород у хребтов самый молодой. А туда дальше к краям океана он самый старый. Там самые старые горные породы. Вот. Тогда следующая теория. Первая, что как раз в хребтах рождается молодая кора земная, хребты раздвигаются, а полярность смены происходит потому, что меняется полуса земли. Как это происходит? Вытекает расплавленный раствор, ну, расплавленные горные породы. Наверное, вы знаете, что существует такое понятие, как температура кури, когда любые магнитные свойства у горных пород пропадает. Если любой магнит нагреть выше определенной температуры, все его магнитные свойства как бы обнуляются. Для того, чтобы они вернулись, его, это вещество, этот магнит, это вещество, эту железку, эту горную породу, надо поместить в магнитное поле. И тогда оно намагнитится, но намагнитится так, в соответствии с этим внешним полем, которое на него действует. И так вот, эти горные породы, вот, например, правый рисунок, вот сейчас, красная линия в центре, породы намагничиваются так, как у нас сейчас полюса находятся, северные и южные, потому что они рождаются во время этого стояния полюсов. А если у нас полюса сменятся местами, то и породы будут намагничиваться уже по-другому. И получилось, что в результате измерений момента разведки на дне океана люди узнали, во-первых, о том, что полюса меняются местами, а во-вторых, о том, что каразин на этих океанах растет. Ну, я могу сказать, что, например, так как она там растет и площадь океана увеличивается, но радиус Земли не увеличивается, земная кора в некоторых местах убивает, уходит глубоко-глубоко вниз к мантии и там переплавляется. И эти места, всем известный вам Тихоокеанский окненный поезд, ну, знаете, что в Японии огромное количество землетрясений. Эти землетрясения это как раз в той зоне, где кора Тихого океана уходит глубоко-глубоко в мантию. Там происходят самые большие землетрясения. Собственно, вот здесь еще один пример. И вот все основные средино-аклинические эффекты и, собственно, возраст длинных пород по разным сторонам. Вы видите, что на одинаковых расстояниях одинаковый возраст пород и, собственно, это еще раз показать, что это все было, что наша Земля живет. Кстати, это знание, оно называется вообще-то палеомагнитизм, палеомагнитная реконструкция, они позволили рассчитать о том, как же двигались наши континенты. И, в общем, много-много миллионов лет назад, сотен миллионов лет назад все наши континенты были в одной точке, ну, точнее, были вместе и назывались это был один огромный суперконтинент, который назывался Гондвар. И все это снаружи омывалось одним огромным океаном, который назывался Тетис. А, собственно, от океана Тетис остался лишь маленький сегментик, фрагментик, который сейчас называется океаном Тихим. Следующий геофизический метод очень популярен, распространен это метод электроразведки. Это изучение того, как распространяется электрический ток, электрическое поле, электромагнитное поле и электромагнитные волны в Земле. Они могут быть как искусственными, вы сами ток вгоняете в Землю, либо естественными. Электромагнитные волны, которые пронизывают нашу Землю и позволяют узнавать внутренние строения нашей планеты и самых больших очень глубин и не очень больших. Электроразведка сама по себе делится на очень большой класс обметов. Поэтому я не могу понять, что все их описать, все их здесь рассказать. Даже сами ученые, которые занимаются электроразведкой, как правило, не бывает такого широкоформатного электроразведчика. Правило, каждый электроразведчик он заточен только на какую-то небольшую группу методов, которые как врачи. Вы знаете, что не существует врача, который лечит от всех болезней. С глазами плохо, по кулиску идете, с ушами лору, да, и так далее. Операции делает хирург и так далее, и так далее. Так же и здесь, да, каждый в своей отдельной специальности работает. Я вам здесь покажу, наверное, два самых простых и интимно понятных примера. Первый пример это то, как работает метод ВЭС. Это один из самых старых классических методов ВЭС. Это вертикальное электрическое зондирование. Заключается оно в том, что вы в землю, на каком-то достаточно большом расстоянии друг от друга втыкаете два электрода. Здесь они обозначены буквами А и ВЭС. Пускайте ток электрический. Ну, вы, конечно, можете сказать, что вообще-то там вроде как земля не очень хорошо сухая земля, сухие горные породы действительно не проводят током. Но в земле практически всегда есть вода. Правильно? Она может прямо течь вода, это какие-то там бруктовые азианские воды. Она может быть просто влажна немножечко. Этого достаточно, чтобы убежал ток. И тогда от этих двух электродов будет получено, ну, там, в среде будет распространяться электрическое поле. Примерно как от магнитов некое подобие, но тем не менее изолинии этого поля начинаются на одном электроде и обязательно заканчиваются на другом электроде. так? Но дело в том, что то, как сгибаются эти изолинии, оно зависит от того, что же там находится на глубине. Вот тут вот пример, да? Здесь пример нефтяного месторождения, хотя это не обязательно совершенно. Посмотрите, самая верхняя изолиния, она течет, ток бежит в том месте, не чувствуя этой самой нефтяной залежи. Эта изолиния не пересекает эту вот нефтяную залежь, и эта изолиния не несет в себе информации о нефтяной залежи. Зато следующая изолиния, вторая сверху, она уже пересекает нефтяную залежь, именно там, где есть нефть, что мы с этим здесь показываем. Значит, там она несет в себе как раз эту информацию. Следующая уходит под эту нефтяную залежь. И таким образом, если вы поочередно будете изучать изолинии с разных глубин, вы сможете вот так постепенно срезать, срезая верхние все вышележащие слои, опускаться в глубь и определять электрические свойства слоев, которые поглубже. Ну, как пример. Ну, нефть не проводит электрический тон, а вода проводит. Ну, дистиллированный конечно не проводит, но в земле не существует дистиллированной воды. Она всегда несет в себе растворенные какие-то соли. Бывают сильно минерализованные воды, да, вы же пьете там ясинтуки какие-нибудь, боржовые. Это это то, что качается из-под земли, они соленые, они очень хорошо проводят. Какие-то похуже, но тем не менее тоже достаточно хорошо. А нефть не проводит тон. Поэтому понятно, что сопротивление горных пород, в которых есть нефть, будет больше, чем сопротивление горных пород, в которых есть вот эта соленая вода. Правильно? Соответственно, анализируя эту информацию, вы получите сведения о том, что как раз там есть, где есть нефть, где нет нефти. Хотя вы можете ошибиться, может быть там не нефть, может быть там вообще что-то сухое, по каким-то причинам там нет воды, или ее очень мало. Это неоднозначность всегда присутствует в геофизических данных, с этим надо мириться. Но тем не менее. Ну и вот еще измерения проводятся для того, чтобы получить сведения об этих изолениях, измерения проводятся с помощью другой пары электродов М и М. На них по сути стоит простой вольтметр. точнее он не простой, он очень обороченный, но по сути это вольтметр. И чем дальше вы разносите друг от друга электроды М и Н, тем более глубокие изоления, точнее влияние более глубоких изолений попадает в действие оказывает влияние на то напряжение, которое регистрируется на электродах М и Н. Думаю и в конечном результате получаются подобные картинки справа это набор сечений естественно можно делать трехмерные какие-то системы наблюдений делать не вдоль одного профиля а вот так параллельно много профилей и как-то иначе скомбинировать систему наблюдений и в результате может быть слева картинка так это получить трехмерное изображение некоторого подземного объекта но я вам могу сказать что сам метод разведки впервые разрабатывали братья Швенберже французы сейчас существует очень крупная транснациональная компания которая так называется Швенберже занимается геофизикой вообще и занимается основной конечно поиском полезных ископаем так вот эти братья Швенберже впервые исследовали провели исследование на виноградниках я правда не помню где по-моему во Франции тоже а может быть не во Франции не важно или в Чили но не суть важно дело в том что просто бегали по виноградникам вместе со своими вольтметрами и электродами и вдруг неожиданно увидели что там на небольшой глубине находится вот объект по форме вот на этом похож когда туда копнули оказалось что это месторождение калийных солей может быть вы знаете сейчас недавно была история с белорусским Уралкалием точнее нашим белорусским совместным предприятием Уралкалия по добыче этих самых калийных солей это одно из самых ценных удобрений естественно они стоят больших денег и необходимы всем человечеству так вот так вот впервые была открыта с помощью электроразведки открыт подземный объект который геологический объект который как раз таки оказал огромное влияние на жизнь человека в принципе еще один очень популярный метод электроразведки я напомню их очень много и не могу всех отказать он очень сильно отличается от предыдущих это метод называется георадиолокация ну если убрать слово пристав гео земля у вас наверное все сразу представите себе огромные радары направленные в воздух которые коленгуют корабли и самолеты и уж непременно и точно и даже спутники и уж непременно и точно находятся вооружении армии любого государства в чем суть работы такого посылает электромагнитную волну куда-то в пространство и если там где-то на удалении есть например самолет эта волна отражается от самолета и принимается этим же радаром радар впустил волну а потом как большое ухо слушает вернулось к нему что-нибудь или не вернулось ну и соответственно сканируя каждую точку неба он определяет есть там что-нибудь или нет они как вращаются таким образом с разных сторон определяет информацию георадар работает абсолютно тем же самым способом такая же антенна внешне она выглядит иначе конечно же но это та же самая такая же антенна посылает электромагнитную волну радиоволну если вам так удобнее будет подземную и если под землей находится какой-то объект например другой геологический слой были пески стали глиной то такая волна отражается от этого объекта и возвращается назад вот сверху показана пример такая ситуация два слоя есть песочки глины как дыхалот такая волна отражается назад и тогда на записи которая получается вот она снизу получается отображение этой самой границы ну единственное там время а не глубина задана потому что нужно знать еще с какой скоростью бежит эта электромагнитная волна и возвращается туда я вам могу сразу сказать если вы скажете 300 тысяч метров в секунду то будете неправы потому что 300 тысяч метров в секунду это скорость радиовой волны в вакууме а не в вакууме скорость может отличаться может отличаться в 2-3 раза даже больше вот поэтому собственно ну существуют разные методы для определения скорости волны на разных глубинах это не так важно важно то как работает этот метод и в этом методе тоже естественно очень много математики вот кстати пример реальных данных которые получаются методом георадиолокации это вот так вот по земле по прямой линии достаточно длинной 5 метров стоил вместе пройден профиль и снизу изображение почти что фотография того что находится под землей видно что сначала сверху там есть какие-то изменения небольшие но также видно что там на глубине есть что-то другое ну я могу сказать что вот это нижний слой это граниты а верхний слой это вот пески и там близкие пескам отложения вот а с поверхности эта яма практически не видна на самом деле вы входите там получается большая яма ну если можно так сказать микрограбин грабин который под Москвой да в разрезе выглядит примерно таким же образом то есть какая-то часть провалилась ну только здесь она провалилась всего лишь там на метр на два в Москве это конечно гораздо им гораздо больший масштаб вот с точки зрения математики и решения прямых обратных задач у георадиолокации как у нового метода обратные задачи гораздо устойчивее если у вас следа не очень сложно устроена то вы практически точно можете определить на какой глубине находится та или иная граница я напоминаю что радар очень похож на эхолот эхолот работает как раз по такому же принципу он пискнул звуковая волна в воде дошла до дна отразилась вернулась назад скорость в воде известна поэтому очень точно можно рассчитать глубину там бывают свои загвоздки тем не менее но необходимо помнить что помимо времени прихода волны есть еще такой параметр как например поглощение ведь разные породы разные среды поглощают волны по разному поэтому если лучше будет еще и этот фактор тогда конечно становится гораздо сложнее но могу сказать что с точки зрения математики метод георадиолокации как в земной и геофизической науке очень мало исследован на данный момент по нему определяется практически только миш геометрия каких-то там подземных объектов и практически не определяются свойства поэтому например в данном направлении вообще говорят нужны фундаментальные исследования о том как влияют свойства среды на сам импульс радиоволны и каким образом имея запись этого импульса радиоволны можно получить свойства среды переходим к следующему методу это метод самый популярный точнее под словом популярный я имею ввиду самый широкий объединенный наверное 99% всей геофизики которая делается в мире это метод сейсморазберг и даже больше 99% финансов которые вливаются в геофизику это сейсморазберг сейсморазберг это опять же группа методов целый класс тоже которые исследуют то как звуковые волны распространяются в горных породах говоря слово звуковые я на самом деле делаю очень большое упрощение звук это упругая волна действительно но в воздухе и в воде тоже распространяется только одна круглая волна называется эта волна продольная а в твердых средах распространяется огромное количество других волнов то есть если вы топаете по земле когда вы ходите когда вы что-то роняете на землю когда так или иначе воздействуете на землю вы сами не замечая того генерируете в земле с десяток различных волн которые бегут по разному в разных направлениях но конечно же бегут в зависимости того места где вы топите в первую очередь сейсморазведка самые большие объемы сейсморазведки используются для при поисках нефти и газа на данный момент наука дошла до того то делается даже сейчас делается огромное количество фундаментальных таких исследований чисто математических очень сильно оторванных от практики хотя геофизика то есть сама по себе прикладная наука но тем не менее в ее рамках могут существовать и очень отдаленные от практики направления и в частности в сейсморазведке этих открытий ну открытий и вообще работ делается бесчисленное количество и все они собственно направлены так или иначе на изучение свойств среды настолько сейсморазведка продвинулась вперед что она позволяет рассчитывать запасы нефти определять сколько именно нефти находится на том или ином месторождении когда вы же наверное слышали в новостях фразы типа одна компания ну недавно Роснефть купила ТНК и говорили что у ТНК там такие-то объемы миллионов баррелей нефти объемных месторождений еще не выкачаны откуда знает знание эти дает сейсморазведка в первую очередь сейсморазведка как и георадиолокация метод волновой ну собственно тот же самый пехолот это самый примитивный сейсмический метод ну просто строение среды то есть вода и дно моря океана реки неважно оно такое простое что задача определения рельефа дна то есть границы по сути геологической границы можно доверить компьютеру целиком вам компьютер сразу же покажет картинку на которой будет нарисовано дно рельеф этого дна когда речь идет о реальной сейсморазведке тут начинает цениться человеческий фактор потому что параметров влияющих на получаемый результат такое безмерное количество что пока еще не созданы никакие методы чтобы компьютер автоматически расшифровывал имеющиеся данные на данном этапе расшифровывать сейсмические данные может только человек но с обязательным привлечением компьютера в 50-е годы ну я правда не знаю правда это или нет мне когда я был студентом мне так рассказывали наши преподаватели которые которым сейчас уже за 70 лет которые стояли у истоков советской сейсморазведки а советская сейсморазведка по некоторым направлениям была первой в мире рассказывали что в 50-е годы когда только-только стали появляться вычислительные машины помните ну точнее вы наверное знаете по-моему большая электронно-счетная машина и прочие эвм на первом месте конечно же по вычислительным мощностям были военные безусловно все самое лучшее в первую военную но на втором месте стояла сейсморазведка потому что сейсморазведке приходится оперировать с такими объемными данными данных с такими вычислениями что невозможно сделать практически никому ну я тут сразу отговорюсь вся геофизика выполняется на компьютерах абсолютное большинство геофизиков работают в офисе за компьютерами ну это конечно не документы печатают а занимаются обработкой данных но сейсморазведка пожалуй больше всего употребляет компьютерных вычислительных ресурсов для расчета как нефтяных запасов так и каких-то характеристик геологических характеристик в нефтяных и газовых мосторождениях сейчас с вами я вам сейчас рассказывал про геофизику и рассказывал все время про профили то что ходит по профилю профиль это линия может быть прямая может быть не совсем прямая но не важно профиль то сейсморазведка преимущественно делается в 3d варианте трехмерном варианте пример того что получается представлен здесь на картинке это морские исследования знаете что сейчас на шельфе очень много скважин находится прежде чем поставить любую скважину выполняется огромный комплекс геофизических и в первую очередь сейсмических исследований сверху серый это дно моря шельф моря а снизу это картинка которая получается в сейсмике помните картинку которую я вам показывал в георадиолокации и рассказывал что там некоторые миниатюрные подобии грабин вот сейсморазведка получает похожую картинку очень похожую потому что та же круглая волна она отражается откуда-то возвращается назад регистрируется на поверхности но это ее можно сейсморазведку можно сделать еще трехмерной и вот посмотрите как истолковывается как интерпретируется полученный результат вот например справа сверху видите такие косые полосочки это реальные геологические слои которые немножечко наклонены и уходят вглубь так вы видите что тут полосочками добавлено культирчиками черными и голубыми это диалоги называется некто это разлом там где по действиям каких-то тектонических сил поля тяжести или еще что-то земля трескается трескается смещаются слои смещаются друг относительно друга появляются трещины разломы они конечно же если выходят на поверхность они дают свое отражение в рельефе в НАТО они проявляются или в рельефе поверхностных но их видно и не сейсмических данных и собственно сейсморазведка как раз она в значительной мере рассказала нам о том как устроена наша планета на глубину ну вообще до ядра я вам сейчас расскажу но очень детально мы знаем или можем узнать на глубину до первых километров там где месторождение исследуется каждый год проводятся огромные объемы сейсмики они работают сейсмик работает собственно исследуются они в тебя ну а так как мы с вами говорим про то какие же задачи математики решаются в сейсморазведке и я вам рассказал что у вас ходят огромные вычислительные мощности спросите где и зачем я вам так отвечу первое это обработка данных компьютерная обработка данных представьте себе что такое сейсморазведка сейсмоприемники это такие микрофончики по сути которые втыкаются в землю и слушают ее при современных исследованиях ставится порядка от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч таких приемников втыкаются по некоторой площади потом производятся взрывы либо взрывы тротила либо ставят специальные машины которые называются вибраторами начинают излучать генерировать округие волны которые уходят там в глубину все это регистрируется и объем данных который получается он составляет десятки а может даже сотни гигабайт для одного процесса съемки на одном месторождении вы представьте себе файлик который весит допустим 100 гигабайт и этот файлик надо как-то обработать ну может быть вы знаете уже не знаете уже существуют фильтры например да можно фильтровать можно ну на самом деле список процедур которые там существуют он невероятно большой огромное количество математических результатов математических открытий используется в геофизике открытие с точки зрения обработки сигналов и нет сейчас я не могу просто-напросто объять весь этот перечень но тем не менее и вот это все обрабатывается вычисляется переваривается для того чтобы потом в конце выдать некий результат визуализировать например вот такую картину например эту картинку можно пересчитать в какие-то геологические параметры например в плотность горных ворот или в нефтенасыщенность это тоже сложно это тоже требует больших объемов вычислений и так далее но это можно сделать это делается и ну помимо это решение обратной задачи ну помимо решения обратной задачи существует актуально вообще стоит решение прямой задачи то есть выяснение а какие же волны распространяются например в такой-то геологической среде например если в среде есть какой-то вулкан или например если в среде есть когда-то трещина или например если среда насыщена нефтью или наоборот водой и так далее и так далее и так далее и все это надо выяснить а что же получится и например еще Причем существует метод контроля или оценки правильности подобных обстояний. Это называется сейсмический разрез, но это говорит о том, как устроена Земля. А как проверить, так она устроена или не так? Может быть, не так. Может быть, кто-то ошибся, может быть, обработчик что-то не учел и рассчитал неправильно. Вполне возможно. Один из методов заключается в том, что после того, как получится такая картинка, строится модель этого места. Например, месторождение. Не обязательно месторождение, но это на Земле. Потом в компьютере, то есть математически, расставляются источники. Ну, источником называется источник выполненных волн. Это, например, взрывчатка. Или, например, вибратор. В те же места, где они стояли реально там, в поле там, наверху. Производится компьютерный выстрел. На компьютере считается, как бегут волны. И в тех точках, где стояли вот эти сесноприемники, то есть микрофончики, ставятся виртуальные микрофончики и получается с них запись. А потом сравнивается эта запись с тем, что было получено там, в реале. И если эти записи почти не отличаются друг от друга, то говорят, да, окей, все правильно сделано. Если отличаются, говорят, ну слушайте, извините, за что мы вам деньги платим? Переделывайте. Вот. Для того, чтобы вы представляли себе, что такое прямая задача, вот здесь вот приводится некоторый примерчик. Вот, посмотрите, есть пример, есть какое-то подземное строение какое-то, и бежит у круглая волна. Видите, как она распространяется в среде? Это не просто какая-то сфера, которая распространяется. Там есть огромное количество внутренних каких-то переотражений, большое количество внутренних переотражений, каких-то дифракций, наверное, знаете такое слово, рефракций и много чего еще. И, собственно, вот этот процесс, он очень сложный, и он требует очень больших компьютерных мощностей. Потому что среда, вот как работает такая модель, вот эту всю среду разбивают на множество, большое количество маленьких точек для ячеек. И каждой ячейке приписываются свойства. Масса этой ячейки, какие у нее упругие характеристики, и как она взаимодействует с другими ячейками. И весь этот массив точек, он хранится в памяти компьютера. А потом делают взрыв. То есть говорят, что в какой-то момент времени часть этих ячеек вдруг дернулась. Ну, раз эти ячейки дернулись, они дернули соседние. Соседние дернули свои соседние, те, в свою очередь, следующие, и так далее. Пошла волна. И для того, чтобы рассчитать, как она побежит в этой среде, необходимо знать и рассчитывать, как же будет колебаться каждая ячейка. Учесть все ее параметры. Там в первую очередь работают законы Ньютона. Все. И рассчитывается все вот это для каждой ячейки в каждый момент времени. Это, и чем больше, чем вы детальней работы проводите, тем больше ячеек вам надо рассчитать. И тем сложнее становятся задачи. И появляется, помимо задачи такой вот физико-математической, появляется еще задача программистская. А как это дело оптимизировать? Компьютеру не может хватить памяти для того, чтобы это провернуть. Или если в лоб задать, то компьютер будет три года считать, как эта волна побежит. И вот в этой области как раз-таки работает, если не большинство, то очень большое количество математик. Идется как раз вот в этой области. И пытается создать некоторую такую машину, такую модель, которая бы позволяла абсолютно точно имитировать процесс распространения углубой волны в среде, но в искусственной среде, в виртуальной среде, которую вы ей задали. Ну, опять же, конечно, это совсем не просто. Ну, еще немножечко отвлекаясь от сейсморазведки, в смысле, не от сейсморазведки, а уже от математических задач, приведу вам пример масштаба сейсморазведки одного из. Здесь на картинке показаны всего лишь два варианта техники, используемой при сейсморазведке. Слева, на море, в океане, это сейсмическое судно, строят специальные сейсмические суда, на которых располагается сейсмическое оборудование. И за этим судном тянется большое количество приборов, которые находятся в воде. И в этот момент там работают, ну, как правило, так называемые пневмопушки. Просто они стреляют за счет того, что под большим давлением выплевывается воздух в воду. Так, и это все занимает большую площадь для того, чтобы получаемый результат был в виде трехмерной картины. Ну, естественно, площадь эта не может быть абсолютно широкой, и такие корабли, они ходят галсами туда-сюда, по вот такой вот сетке профилей параллельных друг к другу. Но, тем не менее, даже каждый такой профиль закрывает небольшой трехмерный участок, там, под дном моря. Вот. А на правой картинке это сейсмические вибраторы. Это огромные многотонные машины, очень сложные, которые устанавливаются на поверхность Земли и вибрируют, излучая эти самые округие волны в Землю. Но там сложность такая в том, что надо вибрировать по определенному закону, не просто там сидеть, трястись, да, а там посылают сигналы сложной формы и так далее. И за один раз, когда производится съемка, могут работать группа таких вибраторов из нескольких штук. Они сначала на одном месте поставят, повибрировав, потом на другом, там переезжают по огромным территориям и снимают это дело. На заре, ну или в эпоху максимального такого расцвета научной сейсморазведки, когда она была не заточена под коммерческие цели поиска нефти и газа, а люди активно изучали внутреннее строение Земли, делались так называемые региональные профили. Представьте себе профиль поперек СССР, с запада на восток пересекает нашу скуль, пересекал ту нашу страну. И этот профиль, целью, задачей было исследовать на глубину десятков километров нашу страну, то, что у нас в стране находится. Ну, от первых до десятков километров. И тогда вибраторов еще не существовало, и делались мощные-мощные взрывы взрывчатки. Это один взрыв, это несколько тонн тротила. Или даже было сделано несколько десятков взрывов атомных бомб, там, в скважинах, на небольшой глубине. Не представляете, что взрыв атомной бомбы – это очень необычная, в основном, у себя процедура, и так для любопытства ее бы никто не выполнял, а тем более в масштабах нескольких десятков взрывов. Ну, вот, собственно, тогда это использовалось, точнее, это применялось, и это, на мой взгляд, это говорит о масштабе вообще сейсморазведки, о схеме подходов к сейсморазведке и о том, вообще, как это все, какое внимание этому всему уделяется. Ну, и в начале лекции я обещал вам рассказать про то, как же вы узнали о том, что у нас ядро у Земли жидкое. Давайте начнем с того, что вы знаете, что вообще этим занимается наука-сейсмология, она тоже является биопедатической наукой, хотя немножечко в стороне, стоит сама по себе, потому что она совсем уж фундаментальные задачи решает. И вы наверняка знаете, что существуют специальные станции, которые раскиданы по всему миру, по всему земному шару, практически там, ну, весьма плотной сетью они укрывают нашу планету, и эти станции регистрируют землетрясение. Что такое землетрясение с точки зрения, вот как раз, сейсмологии? Это излучение очень мощных, упругих волн в Землю. Землетрясение происходит на глубине, но по сравнению с размерами нашей планеты, можно сказать, что землетрясение практически на поверхности. Очаги, гипоцентры землетрясений находятся практически на поверхности. Когда происходит землетрясение, это можно сравнить с взрывом мощной, очень мощной атомной или даже термоядерной бомбы. Уделяется огромное количество энергии, в том числе в виде упругой энергии, в виде волн, которые там потом могут вызывать цунами, которые, точнее, цунами это и есть волна, ну, которые приводят к мощным разрушениям. Это сила этих непресений, сила этих волн такова, энергия, что они прошивают нашу Землю насквозь и могут пройти насквозь Землю, отразиться от противоположного конца Земли и вернуться назад. И таким образом эти волны регистрируются в этих станциях сейсмографами. Сейсмограф это не человек, это прибор, который регистрирует талибание Земли. Ну, в общем, на выходе что есть? На выходе есть множество точек, раскинувших поверхность Земли, в которых известно, когда пришла волна. Известно, когда пришла волна. Можно, существуют всякие технологии различные, тоже, кстати, математические, по определению, где же именно находился гипоцетр землетрясения, значит, известно, откуда эта волна пошла. И тогда пытаются увязать. Заметрясение было там, во столько-то времени. Волна пришла вот туда, только в то время. Как она бежала? К мерной скорости, у кого их волну, известно. И начинают строиться модели Земли. И по мере того, как строились эти модели Земли, они все сложнее и сложнее становились, для того, чтобы описать наблюдаемое явление. Ну и, в общем, пришли к выводу. Смотрите, самый левый лучик, видите, вот он шел, он шел на попрямую, а он нырнул под землю и вынырнул где-то недалеко. Так себя ведут волны рефрагированные. Знаете, что такое явление рефракции? Ну, если волна электромагнитная, то бишь свет, входит в призму стеклянную, она меняет свою ткани, правильно? Изменяет уровень. Это же и есть рефракция. А когда волна узлубая входит в границу двух средств, в границу двух разных породов, она меняет абсолютно так же, как по тем же законам, это законы Снеллиуса, по тем же законам она изменяет свои углы, свое направление, как и волна световая, электромагнитная волна. И также, в зависимости от того, как среда устроена, она может выскочить на поверхность, образившись там, или снизу и вернуться наверх. Или не отразиться, а просто плавно изгибая себя вернуться назад на поверхность. Вот. Значит, первое. Первый вывод отсюда напрашивается. Земля у нас постепенно, с глубиной меняет свои свойства, причем в определенную сторону. Чтобы волна вышла наверх, эти свойства должны быть определенными. Хорошо. Дальше. Ну, дальше решили. Ну, если Земля однородная, то тогда каждая волна будет бежать по такой дуге, и будет бежать по такой дуге до конца. Ну, в смысле, мы до середины дойдем, если по диаметру Земли пройдем, там будет прямая линия, а дальше все симметрично. Оказалось, что нет. Не так. Что существует, так называемая зона тени, потому что, как только какой-то лучик, вот если слева считать, четвертый лучик, он входит вот в эту желтую область, внешний дедрот, да, этот лучик там преломляется. Ну, преломление, рефракция, сейчас по разведке они немножко отличаются, потому что преломление это резкое, когда резкие границы есть, а рефракция, когда граница размазана и идет плавное изменение сквозь, тогда лучик плавный, так он и... Вот. Собственно, она проходит там и оказывается в другом месте на поверхности Земли, потому что она траекторию будет иметь не полукруглую, а вот из трех таких вот участвует. Хорошо. Решили, что есть какая-то сферическая область внутри. Дальше. Я вам говорил, что в Земле, ну, в телах, распространяется, помимо обычных волн, звуковых распространяются еще другие типы. Есть волна, которая называется поперечной волной. Эта волна может лежать только в плотных средах, только в плотных телах. Поперечными волнами там являются, например, магнитные волны, но суть в том, что, в общем, частицы в этой волне колеблются перпендикулярно направлению распространения волны. То есть, вот так вот они колеблются, а волна бежит вперед. Вот так вот колеблются частицы. Но самое, это не так важно вам, для вас, самое главное, что эти волны бегут только в твердых средах. Так вот, такие вот волны, они распространяются не только от источников, от землетрясения, бегут не только волны первого типа продольные, но еще те самые поперечные. И они точно так же вылезают на поверхность, немножечко по другим законам, немножечко в других местах, но тоже известно где. А тут вдруг выяснилось, что поперечные волны, которые должны были пройти, прошив насквозь нашу землю, через центр земли, они отсутствуют. Их просто-напросто нет. Поперечные волны могут регистрировать только на каких-то относительно небольших удалениях от землетрясения. И это можно объяснить только тем, и на данный момент наука это объясняет тем, именно этим, что там находится жидкость, что там есть жидкое ядро. Вот. То есть, такое вот достаточно логичный, достаточно последовательный подход и простое объяснение того, как же мы узнали, что у нас ядро жидкое. Тем не менее, он потребовал от ученых своего времени колоссальных умственных напряжений, колоссального умственного ума. и над этим работала, конечно, не одна группа ученых, работало много людей параллельно по всему земному шару, обмениваясь своим опытом, своими знаниями. Вы понимаете, что даже, чтобы собрать сведения со всех сейсмографов, которые располагаются на всей поверхности Земли, это можно только в случае, если работает коллективная такая, сплоченная команда по всему миру. Но, тем не менее, именно это и было установлено. Уточняя, по мере всего этого, уточняя строение Земли, получили вот эту правую картинку. Справа это графики скоростей этих самых двух волн. Вот верхняя волна это та самая продольная волна. Вы видите, что с глубиной эта скорость сначала растет быстро, потом чуть медленней, а потом на глубине примерно 3 тысячи километров. Эта скорость вдруг резко обваливается, почти в два раза падает. Дальше опять начинает плавно расти и на глубине примерно 5 тысяч километров небольшим скачком становится выше. А скорость поперечной волны, посмотрите, растет, 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 доходит до 3 тысяч километров, ну, а потом так очистить волны и скорость у нее нет. Скорость у нее нет. Собственно, даже глядя на этот график, можно сказать, можно увидеть внутреннее строение Земли. Смотрите, вот на границе на глубине тысячи километров проходит первая граница, это между верхней и нижней мантией. Соответственно, дальше на глубине около трех тысяч километров проходит граница между мантией и внешним жидким ледром, а внутри на глубине примерно 5 тысяч километров скачок обусловлен, ну, на данный момент предполагается твердым ядышком. Помимо внешнего жидкого ядра большого находится внутри твердое ядышко. Ну, там есть еще косвенные признаки, то же самое магнитное поле, землею, там есть свои идеи на этот счет, которые тоже подтверждают эту теорию. Естественно, это все теория. Никто на данный момент однозначно проверить это не может. Но факты, которые были получены геофизикой, они говорят о том, что на данный момент наука не может преподнести никакого другого альтернативного объяснения к всему этому, которое бы объединяло всю собранную информацию. Поэтому с очень большой вероятностью эта теория или эта гипотеза является правдой. Еще я, так как все же лекция называется «Математика геофизики», я хотел бы просто в качестве примера показать просто два разворота, разворот статьи из геофизического журнала. Не надо глядывать, что там написано. Видно, что значительную часть этой статьи, этого разворота, надо сказать, такой разворот не единственный, занимают формулы. Собственно, и это действительно так, многие геофизические журналы, или, по крайней мере, многие статьи в этих геофизических журналах, по своему содержанию напоминают журналы физические, математические и неразрывно связаны с математикой. Геофизика это такая наука, которая в себе забирает в себя, использует в себе огромное количество математических задач, математических технологий, и которые не мыслят свое существование без математики. Ну, и подытоживая сегодняшнюю лекцию. Какая математика нужна для геофизики? Первое решение прямых и обратных задач это расчеты приборов, для того, чтобы построить, сконструировать какой-то очередной геофизический прибор, необходимо рассчитать его характеристики, знать, как он будет работать. Это расчеты систем наблюдений, системы наблюдений это то, как вы должны поставить свои приемники, излучатели, регистраторы, там, где-то, на мусторождении, в поле, это называемое поле. Это создание эффективных моделей среды. Эффективная модель это такая компьютерная, численная модель среды, это который вы задаете сами параметры, но которая полностью соответствует реальной среде, ее каким-то физическим сложным. Самая сложная модель сред сейчас это упругая модель сред это как раз для системно-разведки, потому что там включается невероятное количество параметров в эту среду, ведь они в горной породе состоят из разных минералов, эти минералы имеют трещины или не имеют трещины, если имеют трещины, то трещины могут быть разные, они могут быть наполнены водой, могут быть наполнены газом, нефтью, нефть может быть разная, соленость воды может быть разная, наконец, то, как минералы внутри этой горной породы взаимодействуют между собой, как они цепляются друг к другу и так далее. Параметров, которые описывают эту горную породу, невероятное количество, и чтобы хоть как-то упростить расчеты, естественно, нужно создавать, упрощать это дело, эти модели, создавать, они называются как раз эффективными, которые эффективно работают за место настоящим. Тем не менее, это то самое численное моделирование, когда вы рассчитываете эффект от то или иное физическое поле, от того или иного объекта, в тех или иных условиях, прочее, прочее, прочее. Это системы по обработке данных. Сейчас существует множество пакетов программах, которые стоят невероятно больших денег для обработки геофизических, в первую очередь, опять же, сейсмических данных. Это все применяется, все это работает, и там, опять же, работают очень сильные программисты и математики. Это создание систем по комплексированию данных, потому что геофизических методов много, получаемые из них информации очень разные, и ее надо как-то объединять в одно целое для того, чтобы получать самый правильный и точный объект, самый результат. И это, конечно, и визуализация данных. Все те вещи, которые используются сейчас, например, для компьютерных игрушек, для визуализации компьютерных игрушек, с успехом используются и в геофизике, потому что математик это тот, кто рассчитывает компьютерную модель, геофизика это тот, кто обрабатывает компьютерные данные, геофизические данные, но он тоже как в некое физическое поле. А анализирует результат геолог. Геолог это человек, который может быть далек от математики, который знает геологические процессы, а ему для того, чтобы понять это все, нужно в голове представить, а чтобы в голове представить, желательно это уметь показать. Сейчас наука находится на таком большом уровне развития, что количество получаемых данных, информации о земле, оно очень большое, и надо еще уметь эту информацию предоставить человеку, чтобы он смог не разобраться. Это естественно необходимо, это тоже направление, которое люди по физике. Ну и конечно многое другое, что здесь не учет, это фундаментальные различные исследования и много еще чего. И в общем, математика еще раз очень широко используется в геофемике. И собственно, пользуясь случаем, если кто-то из вас хочет заниматься прикладной математикой, вы можете безусловно, конечно, поступать в наш факультет или как-то приходить к нам, потому что у нас читают математику преподавателя статистического факультета, как-то взаимодействовать с нами, потому что есть некоторые задачи, в которых мы приглашаем математиков из нашего вуза и из других вузов, в том числе объединяющие решаются какие-то общие задачи. Ну и в общем, вот есть такая наука, теперь хоть что-то о ней знаете. Сейчас наше средство информации два вопроса. Первый, это насколько такие условия точнее нужны для смены опыта к ульюсов и насколько это критично для нашего населения Земли. Как это представляет нас средство наше информации? Ну, в 80-х годах запретили базирование вязерных испытаний с точки зрения науки это действительно опасно для нашей Земли и тех слоев которые там будут. Можно ли это использовать как техническое оружие? Значит, отвечая на первый вопрос, действительно, я вам сегодня по мое разведки рассказывал про то, что Земля меняла курица свои, и я хотел рассказать, вы будете менять головы, за последние 110 или 170 лет измерений магнитных параметров Земли наш полюс, наш северный полюс, сместился на полторы тысячи километров, за последние 20 лет он сместился на 600 километров, из них вот эти 600 километров это последние 20 лет. Наука точно сейчас не может сказать, как именно происходит смена полюсов, потому что те интервалы времени, с которыми оперирует вся эта геофизика, вся наука и геология, это интервалы очень большие, и, например, тысячи лет это, конечно, не срок вообще. Ну, на это не обращает внимания, то есть, например, там несколько сантиметров в тысячу лет это нормальная скорость роста гор. Вы представляете, сколько должно пройти тысячелетий, чтобы выросли Гималайи. И поэтому сейчас ученые находятся в некотором пространстве по поводу того, что же будет и как изменится ли в ближайшее время магнитный полюс Земли. Потому что может быть это процесс, который происходит вообще очень быстро в течение недели. Может быть это процесс, который происходит в течение нескольких тысяч лет. И никто не может сказать, как именно это может повлиять на жизнь человека и вообще нашей планеты. То, что это не губительно для планеты, как и для планетной экологии, это точно, потому что количество смен полюсов было очень большим. Это только за последние несколько миллионов лет или десятков миллионов лет. Это опять же несколько десятков раз. Но какой именно эффект сюда может возникнуть, неизвестно. Потому что человек с этим не сталкивался и данных об этом никаких нет. Здесь можно предположить, что, например, птицы же многие ориентируются по фактически на север и на юг летят, когда перелеты своей миграции делают. Многие животные вообще мигрируют, ориентируясь в том числе на магнитное поле Земли. Наверное, в их жизни произойдут какие-то большие изменения, но это точно не катастрофа планеты и экологии планеты в целом. А что касается подземных взрывов, а тем более тектонического оружия, ну, это на самом деле байки вообще слово тектоническое оружие, потому что эффект от подземного взрыва достаточно небольшой. Ну, как пример вы можете представить себе любое землетрясение. Ну, от землетрясения да, последствия есть, но недалеко от эпицентра землетрясения, правда же? Где-то там на каком-нибудь более-менее значительном удалении, кроме как потрясло, ничего не происходит, ничего не меняется. Запретили ну, то знаете, тут еще непонятно, запретили или нет, потому что работают два фактора, еще есть фактор экономической целесообразности, ведь это же все очень дорого, ну и безусловно, конечно, Greenpeace вмешивается во все эти дела, и, ну, честно говоря, Greenpeace, конечно, очень сильно ограничивает нашу науку во многих взаимодействиях, в том числе, там, биологии, многие исследования, там, прекращаются из-за этого, и я не замечаю, что тут было какое-то влияние, но оно точно не доказано. Кроме того, эти подземные взрывы, они хоть и мощные, с точки зрения представления, вроде атомный взрыв, но на самом деле, даже с более-менее серьезным землетрясением, если сравнивать, они очень молоды. И тут единственный, какой может быть негативный фактор, это текут же подземные воды, и на месте взрыва получается большое количество радиоактивных отходов. И просто, ну не отходов, а радиоактивного заражения, это просто радиоактивно зараженные элементы, вообще радиоактивные элементы, могут выноситься подземными водами куда-то очень далеко и заражать территорию где-то далеко и далеко не всегда можно предсказать, где именно, потому что не всем всегда известно, как именно, как работает именно подземный режим подземных вод. Это вот самый главный неприятный фактор. И это не газообразное взлетание так мало. Так. Ну, оно точно не может быть газообразным по той простой причине, что, ну, во-первых, скорости волн этому не соответствуют. Ну, я, к примеру, приведу. В воздухе скорость звука 3300 метров в секунду, ну, при комнатной температуре, а в воде 1500 метров в секунду. Ну, это, конечно, разные вещества, тем не менее, порядок очень большой. В газах очень низкие скорости упругих волн. Это первое. А второе, газ там не может существовать из-за огромных давлений, потому что любой газ при большом давлении, он сжимается и превращается как минимум в жидкость. И, ну, чтобы вы оценили такое давление, могу сказать, что вот, представьте, ну, вы, наверное, знаете, сколько, какое давление развивает на глубине 10 метров воды? Какое давление на глубине воды 10 метров? Или через каждые 10 метров? Какое давление? Ну, каждые 10 метров плюс атмосфера. Совершенно верно. А теперь представьте, что туда, ну, вот, видели, 3000 километров, да, до внешнего, до внешней границы ядра. Километров. Сколько там 10-метров выкладывается? И то, что все-таки там горные породы сверху, а не вода. У воды плотность единица, у горных пород наверху где-то около 2-3 грамм на сантиметр в кубе. А средняя плотность Земли, она очень легко вычисляется по взаимодействию с Луной и так далее. Средняя плотность Земли 5-5,5 грамм на сантиметр в кубе. Это может говорить только о том, что плотность в ядре порядка 8-10 грамм на сантиметр в кубе. Такая плотность не может быть у газа. Поэтому это либо жидкость, причем жидкость это металл, ну, это какое-то металлическое ядро, ну, собственно, все. Но только, чтобы вы понимали, жидкость, знаете, вот между земной корой и земной мантией существует прослоечка тоника, которая называется астоносфера. И вот по этой прослойке скользят континенты. И говорят, что она жидкая. Но жидкая это такое понятие, вот вы привыкли, что жидкость это вода, да? А вот на самом деле вот стекло вот это, это же тоже жидкость. Может быть, знаете, это переохлажденная жидкость. И вот в старых зданиях, которые давно уже построены, там, в Европе, которые стоят не одну сотню лет, там мы провели измерение, в общем, вот эта пластина стекла сверху тоньше, чем снизу. Очень мельно течет. Так вот, текучесть той жидкости, она еще меньше, чем у стекла. Вот, поэтому тут вот слово жидкость, ну, там, конечно, пожиже, поперечные волны стекле распространяются, но, тем не менее, оно очень вязкое. И это не совсем привычное нам понятие. То есть, это жидкость и вот здесь наружу тела? Ну, скорее, да. Вы понимаете, я ее не видел, никто ее не видел. Почему эта жидкость, я вам еще раз объясняю, что первое, самый главный критерий, это отсутствие поперечных волн в этом ядре, они не распространяются. Может быть, если бы оно было бы потоньше, они бы успели про его проскочить, но они поглощаются целиком и не выходят за его границы. Насколько оно жидкое, никто не может оценить. Еще дополнительным фактором, почему говорят, что оно жидкое, это наличие магнитного поля нашей планеты. По теории, которая, которая называется электромагнитную динамо, внутри у нашей ядро, внутреннее, вот самое твердое ядро, а внутреннее ядро вращается быстрее, чем внешняя, внешняя оболочка. И из-за разницы в его вращении возникают конъективные перетоки в этом жидком ядре, и они генерируют электрический ток. А электрический, ну, то есть, там течет электрический ток, как в обычном электрическом генераторе. Но этот электрический ток, он вызывает возникновение магнитного поля в нашей Земле. Это вот еще один довод в пользу гипотезы о том, что у нас ядро жидкое. гипотезы о том,